Здравствуйте, я Николай Саракваш и это программа «Взгляд с Банковой». И сегодня мы говорим с Алексеем Арестовичем, спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Алексей, здравствуйте. Заранее говорю вам спасибо за то, что вышли с нами на связь. Итак, скажите, пожалуйста, вот на этой неделе было опубликовано большое интервью непосредственно замглавы администрации президента России Дмитрия Казака, в котором он в очередной раз озвучил непосредственно российскую интерпретацию конфликта на Донбассе. Как известно, Казак отвечает в Кремле за российско-украинские отношения. Как вы можете оценить его заявление? Первое, я не увидел там ничего нового. Это типичное заявление в духе российской дипломатической традиции и политической, которая заключается вот в чем. Что накануне каких-то событий важных для них, которые они считают важными, они обозначают, первое, свою политическую позицию, второе, приемлемое и неприемлемое в возможных решениях и маршрут, куда бы они хотели двигаться. Вот он и обозначил. С их точки зрения в Украине у нас внутренний конфликт. У нас тут сатанеют и летуют нацисты и фашисты, которые спят и видят, как поугрожать несчастным людям русскоязычным. И Россия не останется в стороне, если, конечно, мы тут вмешаемся и всякое такое прочее. Кроме того, конечно, основная их линия пропаганды и политики, которые они проводят, это принудит нас к прямым переговорам с так называемым ЛНР ДНР. Попутно он пнул МИДы Франции и Германии, обвинив их в том, что они тут играют на стороне Украины. Вместо того, чтобы проникнуть состраданиями молодых республик. И при этом не принципиально не исключил возможности участия в Соединенных Штатах в переговорах, потому что ссориться с Соединенных Штатами им сейчас не с руки. Поэтому такой реверанс сделал. Но сказал, что я, честно говоря, не очень вижу, как это могло бы помочь. Пока так. Хорошо известная позиция. Почему он это сделал? Я думаю, что это накануне определенных решений было по Северному потоку. Накануне встречи Меркель, скорее всего, с Байденом. Плюс совместного американо-германского договора по Северному потоку. Плюс возможных движений с нашей стороны. Невозможных, хотя те, которые осуществляются. Но и, я думаю, частично это могло быть приурочено к тому, что в трехсторонней контактной группе заменили ее главу, спецпредставителя ОБСЕ. Хайди Грау ушла, провела вчера последнее заседание. И вместо нее теперь будет новая глава, а финский дипломат. А вот, кстати, по поводу этого мой следующий вопрос. На этой неделе было объявлено, что новым спецпредставителем ОБСЕ, вы уже начали об этом говорить, в трехсторонней контактной группе стал финский дипломат Микка Кинонен. К своим обязанностям в ТКГ он приступит уже 1 августа. Ждать осталось недолго. Успела ли украинская делегация познакомиться с ним? Вообще, какие ожидания от нового модератора? У нас нет, скажем так, ожиданий в отношении нового или старого модератора. У нас есть ожидания в отношении общей позиции ОБСЕ. Мы благодарны организации за то, что она помогает устанавливать мир на нашей земле. И ожидаем от него четкого и неупоредженного горно-украинского слова, непредвзятого по-русски отношения к тем, что происходит. Занятие четкой позиции. Мы видим по модераторам политической и гуманитарной подгруппы. Одна из них продолжила существующую практику, скажем так, а другая очень дипломатичная. А другая, Шарлотта, сейчас скажу, как ее... Реман, секунду, надо уточнить, чтобы... Ореландер, да, извините, да. Шарлотта Ореландер, координатор гуманитарной подгруппы, сразу дала России понять, что Россия есть сторона конфликта, и все договоренности касаются России и Украины. И трехсторонняя группа, это группа трехсторонняя Украина, Россия, ОБСЕ. Россия есть стороной конфликта, и иллюзий в этом отношении питать не надо. После чего российская делегация впала в пространство и сказала, что так вот мы грустно начинаем, что как бы, да, мы ожидали другого и так далее, и так далее. Вот мы хотим, чтобы новый главный спецпредставитель ОБСЕ понял, что стороной конфликта является Российская Федерация, и так строил всю систему отношений и модерировал переговоры. Непосредственно новому модератору, естественно, нужное время для того, чтобы показать определенный результат. А как вы можете оценить работу предыдущего спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау? Что можете сказать? Мы благодарны Хайди Грау за ее полуторалетнее усилие. Желаем ее успеха на новом поприще, где она себя видит и найдет. В ее работе были свои достоинства и свои недостатки. Я думаю, что сейчас не время о ней говорить. Сейчас нужно смотреть, что будет делать новый спецпредставитель, куда пойдут переговоры, потому что мир стремительно меняется. И безопасностная ситуация в Украине, и в Европе, и вокруг Украины тоже очень сильно меняется быстро. Далее тогда. США и Германия сделали совместное заявление о Северном потоке-2. Фактически, это сделка, в которой США соглашаются с запуском газопровода, а Украине обещаны гарантии, как финансовые, так и в части безопасности, что для нас, естественно, крайне важно. Вместе с тем, в экспертной среде уже сравнивают американо-немецкое заявление с Будапештским меморандумом из-за расплывчастых формулировок. Какова ваша оценка и позиция в этом важном для нас вопросе? Смотрите, позиция сторон здесь асимметричная. Германия эффективно защищает свой национальный интерес. Настолько эффективно, что иногда остро встает вопрос об украинских национальных интересах. Что касается Соединенных Штатов, то подготовка визита президента Зеленского в Соединенные Штаты идет планово. Договора по ведомствам по основным направлениям, это энергетика, оборонная безопасность, многие другие сферы, идет планово, ни на секунду не прерывалось. И никакого влияния в той части, которая мне неизвестна, влияния вот этих движений по кругу Северного потока я не заметил. Что показывает, что в Америке очень устойчива политическая школа. И какие бы ситуативные моменты ни возникали, общее направление стратегических усилий для них неизменно. В этом смысле они нас поддерживают. Сигналы из Соединенных Штатов совершенно позитивные. Их представители, которые были здесь, дают те же самые сигналы, что безопасность и территориальная целостность Украины не подлежат пересмотру. Америка всегда будет с нами. 400 миллионов долларов мы должны получить только в этом году, только военной помощи. И учитывая оборонные контракты, энергетические контракты и некоторые другие договоренности, которые планируются на визит президента Зеленского в Соединенных Штатах, я думаю, что мы можем говорить о том, что, первое, мы не занизим барьер уверенности в том, что Соединенные Штаты и Украина – тесные политические союзники, геополитические, я бы даже сказал. И Соединенные Штаты стоят на страже на зависимости Украины. Всегда ее поддерживают. А второе, я думаю, пакет тех договоренностей, которые мы, возможно, привезем, пока продемонстрируют всем. И Российской Федерации, и Германии, и другим странам. Как нашим соседям, так и странам Евросоюза, НАТО, другим странам мира. И, прежде всего, народу Украины, что не все так печально, как пытаются представить сейчас. Многие эксперты и многие русскоязычные источники, или российско-направленные источники о том, что все потеряно, что Украину сдали, что шансов нет и так далее, и так далее. Никто ничего не сдал. Идет плановая подготовка визита, и визит сигналы довольно обещающий. А вот еще по поводу сигналов, которые мы получаем в вопросах безопасности, естественно. В этом заявлении Германия обещает активизировать свои усилия в нормандском формате. Вообще, НАБанковой понимает, о каких именно усилиях идет сейчас речь? Ну, скорее всего, это речь идет о том, что о французско-немецких кластерах, так называемых. И их обсуждение на уровне нормандского формата, их возможная имплементация и так далее. Других пока направлений развития усилий я не вижу. Это кластеры, скорее всего. Может быть, немцы еще что-то имеют в виду, но пока они нам не дали понять, что именно имеют в виду, я с вероятностью 99% в это речь шла о кластерах. Почему такое соглашение настолько расплывчатое? Потому что там как раз и прибегают к общим формулировкам для того, чтобы оставить люфт для сторон. Ведь Меркель сама заявила, что мы не до конца договорились с Соединенными Штатами. Позиции по-прежнему, вернее, мы договорились, но позиции по-прежнему расходятся. А здесь скорее другое. Здесь надо подчеркнуть, что наши договоренности с Соединенными Штатами, которые будут иметь место быть, и не только с ними, но и с другими странами НАТО и ЕС. Потому что и не только НАТО, и не только ЕС. Например, та же ТОРЦА. Когда мы, которые мы планируем сейчас обеспечить нашу безопасность, вновь в сложившейся архитектуре безопасности в Европе, они будут иметь, не будут иметь характер общих меморандумов, они будут иметь характер конкретных договоренностей. Конкретных, за которыми следует конкретное решение, действие и планы об обоих сторон. Вот такой набор конкретных соглашений, не общих меморандумов, не общих заключений. Готовятся как раз во время визита в Соединенные Штаты президента. Еще что касается безопасности, естественно, мы сейчас пытаемся получить любые гарантии безопасности, опираясь на наших партнеров. Соединенные Штаты Америки дали понять, что не будут входить в состав нормандского формата. Тут напрашивается вопрос, о чем теперь президенту Зеленскому вести переговоры во время визита в Вашингтон, который, как мы уже говорили, перенесен на 30 августа, и в Конгрессе США опять просят изменить дату визита, чтобы у них была возможность встретиться с главой государства. Они в это время, как мы знаем, на каникулах. Ну, перенесет, перенесен, это сильная формулировка. Насколько я помню, американцев, они говорили, формулировали так, «this summer», то есть этим летом. Там были некоторые сигналы о том, что, возможно, это будет в конце июля, были и другие трактовки, и в этих трактовках у нас принято теряться, но если оставаться на официальном уровне, дипломатическом, то не было точно сказано, когда. Теперь мы понимаем, что до 30 августа, хотя Конгресс и Сенат борются за возможный перенос даты. Здесь другое. Здесь не так важна дата, сколько важно содержание того, что будет. Я думаю, что Конгресс и Сенат США, будучи политически независимыми органами, смогут найти способ встретиться с Соединенным Штатом, с президентом Украины и украинской делегацией, пусть даже неформально, но обсудить необходимое, не в составе, не в здании Конгресса, а может быть и в здании, посмотрим. Но, наверное, обсудить всю повестку двухсторонних отношений. Проблема вот в чем, что позиция Сената и Конгресса, она в основном против Северного потока. Они демонстрируют неприходящую поддержку Украины и находятся в полемике с некоторыми представителями администрации Байдена, которые склонны выстраивать перед лицом Китая очень слишком уж прочные отношения с Российской Федерацией. И, безусловно, мы работаем и с администрацией, уважая ее позицию, и с Конгрессом и Сенатом, уважая их позицию и благодаря их за поддержку. И мы не собираемся играть на разделение, мы собираемся трезво общаться по поводу реальных проблем со всеми представителями американского эстаблишмента. Мы делаем это сейчас, мы делали это дома, будем делать это после и во время визита. Повторяю, сигналы идут достаточно обнадеживающие, в том числе от Конгресса и Сената. И я думаю, что визит не пройдет даром. И немного или много укрепить позиции Украины с точки зрения безопасности энергетической, а безопасности в прямом смысле, оборонной, в той архитектуре, которая сейчас меняется в Восточной Европе, потому что к 1 октября мы должны иметь совершенно другую Европу. Это и должны закончиться, неизвестно еще чем, кстати, российские и белорусские учения Запада 2021, и начаться президентские выборы во Франции. И Ангела Меркель должна выйти, канцлер Германии, со своего поста, и должны произойти выборы, в результате которых должен быть новый канцлер. И неизвестно, кто еще победит, и как именно будет, в каких пропорциях сформировано немецкое правительство. И выборы в Госдуму российскую должны будут состояться. В общем, 1 октября нас ждет совершенно новая Европа, контуры которой вот сейчас уже активно проступают. И мы видим, что это лето в политическом смысле совершенно не похоже на лето. Активность такая, как в горячий политический сезон. Что ж, Алексей, я вам говорю огромное спасибо за то, что вы нашли время и дали свои разъяснения. С нами был Алексей Арестович, спикер трехсторонней контактной группы. Это была программа «Взгляд» с Банковой. Обращаюсь к зрителям свое внимание. Высказывайте под этим видео в социальных сетях. Пишите на наш редакционный номер. Спасибо за то, что смотрите. Эфир продолжается. Оставайтесь с нами.